Ребят, привет! Вы знаете, я давным-давно хочу начать рассказывать эти душераздирающие истории, но всё как-то откладывал и думал, это совершенно никому не интересно, историями связанных с Авито. В этих историях, в этих роликах я, наверное, всё-таки попытаюсь рассказать людям, которые, возможно, будут это всё смотреть, как пользоваться Авито. Потому что я постоянно сталкиваюсь с людьми на Авито, которые совершенно не понимают, как это работает, не умеют ни читать, ни писать, даже разговаривать не могут. Как я продавал железо и как я покупал железо? Я стал барыгой активно покупать железо, которое я буду использовать в следующих своих проектах, потому что, ну а где взять ещё бесплатно железо? Ой, хорошо говорю, бесплатно. Бесплатно-то, конечно, раньше давали, но сейчас ничего не дают, и это же только успешным блогерам дают. А не успешным нужно как-то по-другому. Сегодня история, как я покупал вот эту материнскую плату. Эта история забавная. На Авито и искал материнские платы вот такого маленького размера, ITX. И, конечно же, в первую очередь мне нужно это максимально дёшево. И листал-листал, как вы знаете, опять же, это нужно пользоваться. Если вы в Авито ищите товар по своему городу или своему району, то сначала формируется ваш запрос, вначале демонстрируется, но после этого похожие предложения уже предлагаются из других регионов. И так получилось с этой материнской платой. Я проживаю в городе Санкт-Петербург, и Авито мне советуют. Не хочешь посмотреть, что продаётся в соседнем регионе? И получилось так, что в соседнем регионе, который называется Мурино, если вы живёте в городе Санкт-Петербург, вы знаете, что это такое замечательное место, где живёт очень много народу. Но это можно и назвать Питером, но это Питером не считается. И Авито его точно так же не считает городом Санкт-Петербург. И если вы живёте в Мурино и будете размещать в надежде, что ваше предложение будет видно в городе Санкт-Петербург, это нифига. Оно будет видно только в Мурино сначала. А потом, если вдруг человек из Питера будет смотреть предложение, увидит предложение из области. Так и с этой материнской платой получилось. Я закончил с просмотра все предложения в городе Санкт-Петербург, советую приобрести эту материнскую плату, но опять же она была в куче другого списка, еле-еле нашел. И она стоила недорого, она стоила 1500 рублей. И я написал, здравствуйте дорогой товарищ, хочу приобрести эту материнскую плату у вас. И тут же я получил такой, да как же вы все меня объездили. Вот так и начался наш диалог. Конечно же можно было в штуке воспринять его реакцию, сказать, да пошел ты, этого делать нельзя, ни в коем случае, потому что человек агрессивен, но можно снизить градус общения. Я сказал, ох как же я вас понимаю. Эта материнская плата продавалась в течение 4 месяцев, как он написал, и никому она и нахер не нужна. Но в тот день, когда написал я, написала еще куча народу. Я понимал, что ого, кажется конкуренты, нужно скорее-скорее двигаться. Я говорю, дядь, можешь придержать ее до конца дня? Дело в том, что все мы рабочие люди, они какие-то блогеры-тунеядцы, которые сидят, фапают на не пойми что в интернете, а потом типа, ой, кажется нужно пилить контент. Я же после работы решил поехать. И он сказал, нет ни хера, говорит, не буду продавать тебе за эти деньги. Я говорю, хорошо, а за какие же ты деньги хочешь продавать? Он говорит, хочу быть, подойти ты Москву! Дороже. Он высказал предыдущую мысль о том, что, как вы же все, что эта материнская плата 4 месяца продавалась, и тут она вдруг всем понадобилась. Я сказал, дружище, а ты знаешь? Я знаю, почему это происходит. Он говорит, ну-ка, интересно. Я ему рассказываю эту историю, конечно же, как работают алгоритмы Авито. И он говорит, ха, где же ты, падла, был? Вот именно так он, по-моему, сказал. Или не падла. Ну, не суть важна для красоты нашего рассказа. Скажем, ах ты, падла, где же ты был с этой информацией раньше? Я говорю, ты проезжал рядом, раньше не надо было, а вот сейчас мне захотелось приобрести такую железяку. Он сказал, хорошо, давай-ка я тебе дам цену 1700 рублей, но если кто-то мне напишет, я еще плюсану к сотке. То есть, типа, ажиотаж, и типа, если бы ты сегодня приедешь, цена 1700 плюс 100 рублей за каждый запрос. Я такой думаю, ладно, никогда такого не было, а тут началось. Я нашел в этих дебрях Мурина, то есть, я не все хорошо Мурина знаю, там не везде можно проехать. Но это достаточно большие дома, и они, как старого жителя города Санкт-Петербурга, пугают. Потому что город Санкт-Петербург, он все-таки ниже, чем дома в Мурино. Если кто знает, они поймут, о чем я говорю. У них парадные имеют два выхода, с одной стороны, с другой стороны. Во всех домах в городе Санкт-Петербург есть такой вариант выхода и туда, и сюда. Ну, в общем, нашлись. Он принес вот материнскую плату. Конечно же, я ее начал осматривать, спрашивать, задавать вопросы. И, конечно же, я тут же начал смотреть сокет, потому что очень часто, опять же, могу рассказать историю, но это будет в других роликах. Если вдруг этот ролик вам понравится, и я другие истории расскажу про Авито. Как я должен понять, что этот ролик вам понравился? Вы должны поставить лайк и написать какой-нибудь комментарий, смешной или не очень, или просто плюсик. То есть какая-то активность, и народу это интересно. Он еще спросил, а зачем ты туда смотришь? Я говорю, то мало ли вдруг у тебя все ноги убитые, ничего не работает. Но, как выяснилось, ноги целы. Проверку я доверился этому продавцу, потому что он был все-таки с большим количеством продаж, и у него были много-много хороших отзывов. Я думаю, ну ладно, если что, человек, возможно, адекватный, а может быть и нет. Договоримся, если что-то не так. Конечно же, посмотрев сокет, я обратил внимание, что ничего нет. Но, осматривая материнскую плату, я обнаружил, что вот в этом месте отсутствует пластмассовый держатель порта USB 3.0. Вы смотрите, пины есть, самого держателя нет. Вы спросите, о чем я говорю? Сейчас покажу. Вот такой вот держатель на USB 3. Пластмассовая штучка остается на очень жестком коннекторе. Аккуратно или не очень достает пользователей. Вот такие вот технологии есть в материнских платах уже давным-давно. Но я думаю, для меня это не критично. Я вам говорю, дружище, ну смотри, у тебя типа порта-то нету, кривой. Он такой, ой, а что должно быть? Но я понимаю, что либо он дурачка включил, либо начинает съезжать. Я ему говорю, ну хорошо. Я говорю, ну что, будем делать скидку за порт? Сказал, нет. Я говорю, хорошо, цена какая? Он говорит, как договаривались, никто не звонил, не писал, значит 1700 рублей. Для этой материнской платы H310 сокет, хотел сказать, нет, H310 чипсет, по-моему, 1700 рублей, это не большие деньги. И я решил ее приобрести в таком состоянии свой страх и риск. Но вот этот порт нужно еще немножечко дополнить, чтобы если вдруг я соберу на нем систему и отдавать буду клиенту, то чтобы было все хорошо. Неспроста же ролик называется барыга. Значит, купил дешево, продал втридорога. Ну естественно, еще плюс какой-то контент мы сделаем на этом железе. Ну я не стал, конечно же, давить слишком он и так, был взволнован, что такой ажиотаж на его железку. Я приобрел эту материнскую плату и вот решил сделать просто вот такой вот ролик, как нужно внимательно смотреть Авито, приобретая материнские платы. Да, материнская плата уже живая. Я установил процессор, память, она все прекрасно стартанула. Ближайшие, наверное, три дня все-таки нагружу хорошенько, чтобы понимать, что работает, а что нет. И тогда, если все хорошо, будем оставлять позитивный отзыв. Но обязательно скажем о его новой методике, как можно повысить цены. То есть типа 1500 стоит, но так как очень много людей пишут, я это продам втридорога. Если еще ты не приедешь до последнего часа, ты заплатишь мне 100 рублей за каждого человека. Мораль этого ролика такова. Значит, если вы не уверены в своих знаниях, познаниях и силах, при покупке у неизвестных личностей на Авито, обязательно проверяйте на их площадке работоспособность железа, осматривайте, ну, по крайней мере, доверяйте их рейтингу, либо не доверяйте, смотрите сами, либо покупайте все в магазине за нормальные большие деньги. Если хотите сэкономить, Авито вам в помощь. Это один совет. И второй совет, ребят, если вы живете в большом городе и есть еще город Сателит, Авито может считать этот город Сателит как совершенно другой и не показывать вам предложения, выгодные предложения на площадке. Внимательно изучайте все предложения и, возможно, вам повезет купить что-то интересное за небольшие деньги. Если вам все понравилось, можете поставить лайк, можете написать какой-то комментарий. Спасибо, что посмотрели. Счастья, здоровья вам. Удачи. С наступающим Новым Годом. Удачи и пишите письма. Субтитры сделал DimaTorzok